Перед новогодние дни час особливый и до Гачаканы. Особливо чаровництво чекают дети с непростым лёсом. Алина Медведева выховывает двух приёмных детей. На новогоднее представление у театра для Лягжанжина пришла разом с сыном, как сустреться с такими же семьями и отчуть наближение чарунного Нового года. Эта ёлка – это такое преддверие Нового года. Мы ожидаем чуда, радости, веселья, какого-то такого хорошего настроения. Праздника ожидаем. Карагоды вокруг упрыгоженного лясного древа с устрычы сказочными героями и персонажами из мультфильмов. Солодкие присмаки и захопляльный спектакль, як нововёркины имянины. Идея активистов громадского объединения Беларусского товариства «Червоного крыжа» подмациовать веру детей отсюда поддерживается державой и предприемствами-партнерами. Мы стараемся постоянно охватить ребят, которые нуждаются в помощи, во внимании и приглашать на такие мероприятия. Хочется, чтобы ребёнок ушёл и унёс с собой и настроение новогоднее, и, конечно же, сладкий подарок. В этом году спонсором нашей благотворительной ёлки стал театр «Кокол» бесплатно, благотворительно показывает спектакль для детей, и «Гомель Автодор», которые приобрели сладкие подарки. Мы каждый год помогаем, выносим посильную для нас в трудное время помощь. Важнее всего, конечно, принести радость детям, ну, а материальным не будем тогда распространяться. Запрошенным на свято у театра «Ляляк» хлопчикам и девчонкам сумовать не было кали. Не меньше яскравое новогоднее действо от региональных отделений Беларусского товариства «Червоного крыжа» чакает дятей-беженцев, які знайшли притулок у «Гомелі». Ранешнік запланованы на 26-е Снежні уградскім центры соціального обслуговування сям'ї дятей.